О скале явления Святого Георгия Высокие обрывистые скалы, чистое море, живописный берег. Все это мыс Фиолент, которая располагается в Балаклавском районе Севастополя. Сюда приезжают те, кто ищет место отдыха, как говорится, для души и тела. Мыс привлекает туристов не только природной красотой, но и интересными местами. Например, Свято-Георгиевским монастырем. Также здесь находится небольшой скалистый остров с крестом на вершине. Вместе с историей основания монастыря всем приезжим рассказывают удивительную легенду об этой скале, которая называется скалой явления Святого Георгия. Давно, когда Фиолент был совсем пуст, возле его берегов проплывало небольшое торговое судно таврических греков. Но не успели они приблизиться к суше, как началась невидимая буря. Волны бушующего моря с треском бились о борта корабля. Ветер гнул паруса, обрывал канаты. Команда захлебывалась в потоках воды. Долго боролись люди с неистовой силой моря и поняли, что ждет их погибель. Ветер ревел над поломанными мачтами и нес корабль прямо на скалы. Люди со слезами на глазах бросились на колени с молитвою. Они высоко подняли руки к небу и стали просить, обращаясь к святому великомученику Георгию Победоносцу. «О, святой Георгий, наш покровитель, помоги, спаси нас от страшной погибели!» Только произнесли они эти слова, как небо озарилось ясным сиянием. И на небольшой скале неподалеку появился образ святого Георгия. Услышал он молитву странствующих, обратился к самому Богу, поднял руки. Вмиг море утихло, буря прекратилась, черные тучи рассеялись. Счастливые греки, измученные, промокшие насквозь в разорванных одеждах, поблагодарили святого Георгия и взобрались на ту скалу, где видели явление. Там они нашли икону великомученика святого Георгия. Засияло солнце, и в его лучах путники увидели невдалеке высокий скалистый берег. Взяли люди икону и отправились туда. На ближайшей к морю скале, напротив того места, где находилась скала явления, они построили пещерный храм и установили икону. Часть мореплавателей остались здесь жить, прославляя имя святого великомученика Георгия Победоносца. Субтитры создавал DimaTorzok